Теперь скажите мне, доктор Мортимер, это очень важно. Виденные вами следы были отпечатаны на дорожке, а не на траве? На траве нельзя было видеть никаких следов. Были ли они на стороне калитки? Да, на краю дорожки, с той же стороны, где и калитка. — Вы чрезвычайно заинтересовали меня. — Еще вопрос. Была ли заперта калитка? — Заперта на замок. — Как высока она? — Около четырех футов. — Так что можно перелезть через нее? — Да. — Не видели ли вы каких-нибудь следов у самой калитки? — Ничего особенного. — Царь небесный. И никто не исследовал это место? Я сам осмотрел его. — И ничего не нашли? Я был очень смущен. Было очевидно, что сэр Чарльз стоял тут в продолжении пяти или десяти минут. — Почему вы это узнали? — Потому что пепел с его сигары успел упасть два раза. — Прекрасно. Это, Ватсон, коллега нам по душе. Но следы? На всем этом маленьком кусочке гравия были видны одни только его следы. Я не видел никаких иных. Шерлок Холмс ударил себя по колену с выражением досады и воскликнул. — Ах, отчего меня там не было? Это, очевидно, необыкновенно интересное дело и такого рода, что оно представляет обширное поле для действий эксперту-аналитику. Это страница гравия, на которой я мог бы прочесть так много, давно уже стерта дождем и тяжелыми сапогами любопытных мужиков. — Ах, доктор Мортимер, доктор Мортимер! Как это вы меня не призвали туда? На вас поистине лежит большая ответственность. — Я не мог вас пригласить, мистер Холмс, не обнародовав этих фактов. А я уже высказал вам причины, по которым не хотел этого делать. Кроме того, кроме того, почему вы колебались? — Есть область, в которой самый проницательный и опытный сыщик беспомощен. — Вы хотите сказать, что дело это сверхъестественное? — Я этого, собственно, не сказал. — Да, но, очевидно, думаете. — Мистер Холмс, со времени этой трагедии до моего сведения дошло несколько инцидентов, которые трудно примирить с естественным порядком вещей. — Например? — Я узнал, что до этого ужасного происшествия несколько человек видели на болоте существо, соответствующее этому баскервильскому демону, существо, которое не может быть ни одним животным известным науки. — Все, кто видел его, говорили, что это громадное существо, светящееся, отвратительное и похожее на призрак. — Я расспрашивал всех этих людей. Один из них — крестьянин с крепкой головой, другой — кузнец, третий — фермер на болоте. И все они говорят одно и то же об этом странном привидении. И то, что они рисуют, в точности соответствует адской собаке из легенды. Уверяю вас, что в округе царит ужас. И отважен тот человек, который решится пройти ночью по болоту. — И вы, человек науки, верите в то, что тут действует сверхъестественная сила? — Я не знаю, что думать. Холмс пожал плечами и сказал. — До сих пор мои исследования ограничивались этим миром. Я в силу своих скромных возможностей боролся против зла. Но выступить против самого отца зла было бы, пожалуй, слишком самонадеяно с моей стороны. Однако же вы должны допустить, что следы ног были материальны. Собака-легенда была настолько материальна, что могла перегрызть человеку горло, а между тем она была исчадием дьявола. Я вижу, что вы совершенно перешли на сторону сверхъестественников. Но, доктор Мортимер, вот что вы мне скажите. Если вы придерживаетесь таких взглядов, зачем вы пришли ко мне за советом? Вы говорите мне, что бесполезно расследовать смерть Чарльза, и одновременно просите меня это сделать. — Я не сказал, чтобы вы произвели расследование. — Так чем же я могу помочь вам? — Советом. Что мне делать с сэром Генри Баскервиллем, который прибудет на вокзал Ватерлоу? Доктор Мортимер посмотрел на свои часы. — Ровно через час с четвертью. — Наследник? — Да. После смерти сэра Чарльза мы собрали справки об этом молодом человеке и узнали, что он занимался фермерством в Канаде. Из добытых о нем сведений оказывается, что он во всех отношениях превосходный малый. Теперь я говорю не как врач, а как душеприказчик сэра Чарльза. — Я полагаю, что нет больше претендентов на наследство? — Нет. Единственный еще родственник, о котором нам удалось узнать — Роджер Баскервилль, младший из трех братьев, из которых бедный сэр Чарльз был старшим. Второй брат, давно умерший, отец молодого Генри. Третий, Роджер, был уродом семьи. В нем текла кровь древнего властного рода Баскервиллей, и говорят, что он походил как две капли воды на фамильный портрет старого Гюго. Он так вел себя, что ему пришлось бежать из Англии, и он умер в 1876 году в Центральной Америке от желтой лихорадки. — Генри — последний Баскервилль. Через час и пять минут я его встречу на вокзале. Я получил телеграмму о том, что он прибудет сегодня утром в Саут-Гэмптон. Так что же вы посоветуете мне, мистер Холмс, делать с ним? — Почему не отправиться ему в дом своих предков? — Да, это кажется естественным, не правда ли? — А между тем поймите, что всех Баскервиллей, живших там, постигает злой рог. Я уверен, что если бы сэр Чарльз мог говорить со мной в момент своей смерти, он попросил бы меня не привозить в это проклятое место последнего в роду и наследника крупного состояния. Однако же нельзя отрицать, что благосостояние всей бедной, мрачной местности зависит от его присутствия. Все добро, сделанное сэром Чарльзом, пропадет даром, если не будет хозяина в Баскервилльхолле. Из боязни, что мною будет руководить мой собственный, очевидный интерес в этом деле, я и пришел вам рассказать все и попросить вашего совета. Холмс подумал некоторое время, затем сказал. — Говоря простыми словами, вы того мнения, что какое-то дьявольское наваждение делает из Дартмура опасное место для потомка Баскервиллей, не правда ли? — По крайней мере, я утверждаю, что обстоятельства указывают на то. — Прекрасно. Но если ваше мнение о сверхъестественном правильно, то оно может нанести зло молодому человеку так же легко в Лондоне, как и в Диваншире. Черт с чисто местной властью, наподобие приходского управления, был бы слишком непостижимым явлением. — Вы отнеслись бы к делу не так легко, мистер Холмс, если бы вам пришлось лично войти в соприкосновение с данными обстоятельствами. Словом, ваше мнение таково, что безопасность молодого человека будет так же обеспечена в Диваншире, как и в Лондоне. — Он приедет через пятьдесят минут. — Что вы посоветуете? — Я советую вам, сэр, взять Кэп, позвать вашего Спаниэля, который царапается у парадной двери, и поехать на вокзал Ватерлоу навстречу сэра Генри. — А затем? — А затем вы ровно ничего не скажете ему, пока я не обдумаю дело. — А как долго вы будете обдумывать его? — Двадцать четыре часа. Я буду очень обязан вам, доктор Мортимер, если завтра утром в десять часов вы приведете с собой сэра Генри Баскервилля. Это было бы полезно для моих будущих планов. — Я это исполню, мистер Холмс. Он записал назначенное свидание на манжетке своей рубашки и поспешно вышел свойственной ему странной походкой. — Холмс остановил его на площадке лестницы словами. — Еще только один вопрос, доктор Мортимер. Вы сказали, что перед смертью сэра Чарльза Баскервилля несколько человек видели привидение на болоте. — Трое видели его. — А после этого видел ли его кто-нибудь? — Я ничего не слыхал об этом. — Благодарю вас. Прощайте. Холмс вернулся к своему креслу с тем спокойным выражением внутреннего довольства, которое означало, что ему предстоит любимая работа. — Вы уходите, Ватсон? — Да, если я вам не нужен. — Нет, друг мой. Я только в минуту действия обращаюсь за вашей помощью. Но это роскошное дело положительно единственное с известной точки зрения. Не будете ли вы добры, когда пойдете мимо Брадлия, сказать ему, чтобы он прислал мне фунт самого крепкого табаку? Благодарю вас. Было бы лучше, если бы вы нашли удобным не возвращаться до вечера. А тогда мне будет очень приятно сравнить наши впечатления о крайне интересной задаче, которую предложили сегодня утром нашему вниманию. Я знал, что одиночество необходимо для моего друга в часы интенсивной умственной сосредоточенности, в продолжение которых он взвешивает все частицы доказательств, строит различные заключения, взаимно их проверяет и решает, какие пункты существенно важны и какие не имеют значения. Поэтому я провел день в клубе и только вечером вернулся на Беккер-стрит. Было около девяти часов, когда я входил в нашу гостиную, и первым моим впечатлением было, что у нас пожар. Комната до того была наполнена дымом, что свет лампы, стоявшие на столе, имел вид пятна. Но когда я вошел, то успокоился, так как закашлялся от едкого табачного дыма. Сквозь туман смутно обрисовывалась фигура Холмса в халате. Он сидел, скорчившись в кресле с черной глиняной трубкой в зубах. Вокруг него лежало несколько свертков бумаг. — Что, простудились, Ватсон? — спросил он. — Нет, я кашляю от отравленной атмосферы. — Да, теперь, как вы сказали, и я нахожу ее несколько тяжелой. — Тяжелой? Она невыносима. — Так откройте окно. Я вижу, что вы целый день были в вашем клубе. — Милый Холмс, разве я не прав? — Конечно, правы, но как? Он засмеялся над моим недоумением. — Вы распространяете вокруг себя, Ватсон, такую восхитительную свежесть, что приятно упражнять свои небольшие способности на ваш счет. Джентльмен выходит из дому в дождливую погоду и грязь. Возвращается же он вечером со шляпой и сапогами, не утратившими свой лоск. Значит, он целый день пробыл в помещении. У него нет близких друзей. Где же мог он быть? — Разве это не очевидно? — Да, пожалуй, что и очевидно. Свет полон очевидностей, которых никто не замечает. — Как вы думаете, где был я? — Так же не двигались с места. — Напротив, я был в диваншире. — Мысленно. — Именно. — Мое тело оставалось в этом кресле, и, как я, к сожалению, вижу, истребило в мое отсутствие две большие кружки кофе и невероятное количество табаку. Когда вы ушли, я послал к Стамфорду за топографической картой этой части болота. И мой ум целый день бродил по нему. Я могу похвастать, что не заблужусь на его дорогах. — Эта карта большого масштаба, вероятно? — Очень большого. Он развернул часть ее на своих коленях. — Здесь вот тот участок, который нас интересует. А вот и Баскервиль-холл в середине. С лесом вокруг него. Именно. Я полагаю, что Тисовая аллея, не обозначенная на карте под этим названием, идет вдоль этой линии, с болотом на правой ее стороне, как вы видите. Это кучка строений, деревушка Гримпен, в которой живет наш друг доктор Мортимер. На пять миль в окружности, как вы видите, находится очень немного разбросанных жилищ. Вот Лавтер-холл, о котором было упомянуто в рассказе. Тут обозначен дом, который, может быть, принадлежит натуралисту Стапальтуну, если я верно припомнил его имя. Здесь две фермы на болоте — Гайтор и Фаульмайер. А в четырнадцати милях далее находится большая принстаунская тюрьма. Между и вокруг этих разбросанных пунктов лежит мрачное, безжизненное болото, являющееся своего рода сценой, на которой разыгралась трагедия, и на которой мы попробуем ее воспроизвести. Это должно быть дикое место. Да, обстановка подходящая. Если черт желал вмешаться в дела людей... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok